Йо, с вами Борис Ордин. Канал Объект подготовил для вас новый ролик. И под каналом Объект я имею ввиду себя, ибо у меня тут не целая команда на меня работает. В моей рубрике «Кто лучше?» Звездные войны были первый и последний раз в декабре 2017. С учетом того, что видео «Кто лучше?» Ученик Сидиуса собрало на данный момент четверть миллиона просмотров, думаю, определенно пробил час возвращения вселенной Star Wars в рубрику. Сегодня я сравню живую пехоту из трех армии, а именно клонов Республики, штурмовиков Империи и солдат Первого Ордена. За разные критерии они станут бороться за 1, 2 и 3 балла, а по итогу мы узнаем, кто же из них победил. Пункт первый – история. Незадолго до блокады НАБУ в призрачной угрозе, джедай Сайфо Диас, предвидевший будущую войну в Республике, связался с жителями планеты Камино, известными своими технологиями клонирования. И тайно заказал им армию, якобы по просьбе Галактического Сената. Вскоре он был убит, а курировать проект продолжил граф Дуку, но уже в интересах темной стороны и под руководством своего хозяина Дарта Сидиуса. Спустя десятилетия первые 200 тысяч бойцов были полностью готовы и более миллиона заканчивали подготовку. В это же время магистр Оби-Ван Кеноби обнаружил клонов на Камино, о чем сообщил Совет у джедаев. В этот период галактика встала на порог гражданской войны между Республикой и Сепаратистским движением, сформировавшим конфедерацию независимых систем. В силу того, что джедаи являлись хранителями мира, а не солдатами, к тому же в общих масштабах их было слишком мало, Сенат принял решение передать чрезвычайные полномочия верховному канцлеру Палпатину. Таким образом, была официально сформирована Великая Армия Республики, начавшая действовать за 22 года до битвы при Явине. После того, как с сепаратистским движением было покончено, клоны обратили свое оружие на джедаев, и по приказу новоявленного императора свежеиспеченной Галактической Империи, а.к. Темного Владыки, а.к. Дарта Сидиуса, истребили большую часть адептов Светлой Стороны Силы. Реорганизованные в имперских штурмовиков, солдаты по-прежнему были основным инструментом империи в начальный период эпохи ее правления. Однако, фабрики Камино отключили, и без свежего пополнения число клонов в рядах вооруженных сил стало сокращаться из-за боевых потерь, а также активного старения. Император объявил, что для поддержания порядка в бесчисленных звездных системах по всей галактике, приоритетной стала призывная форма пополнения личного состава. После этого в ряды штурмовиков стали брать обычных людей-рекрутов. Вскоре вся армия была заменена на них, так что имперцы после третьего эпизода по большей части представляют собой, пусть и с нюансами, но банальных призывников, идущих служить под флагом правящего режима. Спустя годы после проигрыша империи в битве при Эндоре появляется таинственный первый орден, восхищавшийся предшественницей и считавший, что ее работа была не завершена. Почти через 30 лет после образования новой республики он нарастил военную мощь и организовал силы, схожие с имперскими, которые в сжатые сроки обесценили все, за что боролись герои оригинальной трилогии. Так как я познакомился впервые именно со вторым эпизодом саги, у меня история, рассказанная в приквелах, вызвала больший отклик, и все, что касается образования республиканской армии, кажется более чем интересным, так что 3 балла уходит именно ей. Темные времена империи оригинальной трилогии с ее околонацистским отуражем заберу 2. В сиквелах же сюжет структурно является всего лишь ремейком со всеми вытекающими, так что тут больше балла за всю историю никак не поставить. Далее идет мотивация, за что сражаются все участники. Клоны, созданные в республике, изначально должны были биться именно за нее. После ее реорганизации они стали бесполезны и просто пошли в утиль. Имперские штурмовики шли на службу мощному государству, которое символизировало тотальный порядок и казалось просуществует, если не тысячелетия, то как минимум века. Солдаты первого ордена в качестве цели думали о возвращении былого могущества. Когда в галактику снова придет железная рука, подчиняющая все вокруг. Если рассматривать мотивы, то самыми зыбкими они оказались у клонов. Вчера они бок о бок сражали звуки за их родной кашиик, а сегодня уже разрушают их дом и обращают всю расу в рабов. Конечно, тому были причины, о которых речь пойдет чуть позже. Но здесь только единица. Бойцы первого ордена воюют за некое величие из прошлого, так что за их пусть и извращенное, но все же видение будущего отдам двойку. Солдаты же империи захватят тройку, но для них все более чем очевидно. Третьим критерием станет верность. Ведь речь идет о регулярной пехоте, а не каких-то феодальных раздолбаях, придерживающихся принципа и дучи неидяху, что для командования крайне важно. Будучи созданными из генетического материала успешного охотника за головами Джанго Фетта, клоны на уровне ДНК получили изменения, чтобы стать менее независимыми и более покорными, чем их прообраз. Служба республики и верховному канцлеру была заложена им на генном уровне, причем по мультсериалу Clone Wars все это дополнялось еще и органическим чипом-ингибитором, пресекающим их возможные возражения. Именно поэтому сдружившиеся с джедаями солдаты без особых колебаний расстреливали своих командиров во время приказа 66. Собственно, для этого они и были созданы, как спящие агенты, втершиеся в доверие и не дрогнувшие в час икс. Отклонения от заданного поведения крайне редки и, как правило, связаны со сбоями этих пресловутых чипов. Имперских новобранцев никто не выращивал, однако их тренировали в атмосфере полной преданности и безоговорочного подчинения. Правда, никаких биоблокаторов им не вживляли, так что солдаты частенько позволяли себе проявлять откровенную трусость. Их последователям также идеологически жестко промывали мозги, но к тому же забирали из семьи еще в самом детстве, дабы растить максимально замотивированных вояк. Отчего те были несколько оторваны от реальности и больше заинтересованы в воплощении планов своих командиров. Показательно, что это не помешало Фину после первого же задания сбежать оттуда. И тем забавнее выглядит сцена встречи с членом его отряда ФН-2199, сходу окрестившим бывшего напарника предателем и неплохо тому навешившего. Так что Финн это исключение, подтверждающее правило, и его бывшим соратникам улетят два балла. Один унесут классический штурмтрупперы и все три запрограммированные быть верными клоны. Такими ребятами управлять проще всего. Солдаты для чего-то нужны. Как правило, воевать с врагами. Самыми яркими, безусловно, получились дроиды. Пусть и не особо обремененные искусственным интеллектом, они быстро производились и были крайне многочисленными. Именно благодаря им состоялись грандиозные баталии с республиканскими войсками, поражающие своим масштабом. У имперцев противники были другого уровня. Альянс повстанцев, образовавшийся из-за непомерного гнета правящего режима. Меньше количество, хуже оснащение, в большей степени партизанские действия. Первый орден и вовсе напал непонятно кого. В пробуждении силы заявляется, что новая республика и некое сопротивление союзны друг к другу. Вот только это бессмысленно. Разгромившие галактическую империю повстанцы захватили власть и сами стали правящим режимом. Они должны были раствориться в нем, заняв самую верхушку, как было в отброшенной Диснеем расширенной вселенной. Но в новом, так называемом каноне, это почему-то разные организации, в которых одинаково успешно морщит новообразовавшийся орден. В общем, хотелось бы именно им засчитать минимум. Однако есть нюанс. Могучая армия конфедерации независимых систем подчиняется Дарту Сидиусу, оклонной подконтрольной верховному канцлеру Палпатину. И так как это одна и та же личность, их колоссальные замесы по всей галактике по факту обернулись пшиком, раздутым ловким кукловодом. Все дроиды были отключены по одному приказу, из впечатляющей силы превратившись в пустой звук, потому как враги они смогли добиться лишь единички. Из-за данной оказии неправильные повстанцы повышены до двойки, а правильные, как назревающая искра мятежа, заслужили тройку. Но забудем про тех, кто тянул за ниточки. Какая отдача у тех, кто призван вести боевые действия? Клонов не просто сотворили на основе Баунти Хантера Джанго Фетта. Они также прошли серьезное обучение, как у него, так и у других Мандалорцев. Эффективность на полях сражения у них зашкаливала. Бесстрашные бойцы вступали в самые ожесточенные бои на различных планетах. Сменивших на посту штурмовики наглядно продемонстрировали, как сильно сможет разложиться армия. Да, она держала в страхе всю галактику, но в большей степени из-за своего количества. Труперы являлись не столько воинами, сколько карателями, предназначенными наказывать строптивые народы. И в борьбе с высокомотивированными повстанцами гибли только так. Их плохая стрельба давно вышла за пределы Звездных войн и превратилась в настоящий мем. Последователи решили не особо отставать от тех, на кого они хотели равняться. Потому являлись вполне себе аналогичным пушечным мясом для главных героев. Впрочем, благодаря ФН-2199, которого вероломно застрелил Хан Соло, очередные два балла закину именно его братья. Один потащат за собой расслабившиеся имперцы, а три гордо поднимут над своими плечами клоны. Финальным аккордом станет, конечно же, образ. В детстве я видел наклейки из жвачек с штурмовиками, не зная откуда они вообще взялись. Характерные маски выглядели таинственно и навевали ассоциации с чем-то призрачным. Когда я знакомился с фильмами, то мне в душу запали именно клоны. Дизайн их брони просто шикарен, даром что нарисован на компьютере. Шлемы – это микс оригинальных солдат и Бобы Фета. Поведение такое, что мы понимаем. Перед нами крутые солдаты, а не набранные по объявлению салаги. У первого ордена вояки являются калькой с имперских штурмтруперов. Идейно повторяют их, что отчасти прикольно, но честно говоря, больше единицы получить за образ они не в состоянии. Двойка останется у родоначальников, а с учетом облика и классного происхождения клонов, с радостью подарю им тройку. Итого, третье место с 10 баллами оказывается у солдат первого ордена. Второе за 12 получают штурмовики империи. И наверх забираются, на удивление, харизматичные клоны с 14 баллами. Надеюсь, вам понравилось подобное состязание, и вы поддержите этот ролик своей активностью. Особенно, если хотите видеть больше видосов по Звездным Войнам, типа Кто Лучше Мандалорец, где можно сравнить Джангу и Бобу Фетта, а также героя одноименного сериала. Да, знаю, в чем-то мой сегодняшний выбор оказался субъективным, но что есть, то есть. Это мое мнение, у вас же наверняка имеется свое. А как вы считаете? Черканите в комменты. Поставьте лайк, сделайте репост, подпишитесь на канал Объект и ждайте новых роликов. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok